привет всем любителям пошаговых стратегий вы видите и слышите алексея халецкого но не обращайте внимание что у меня слова не совпадают с моими прекрасными губками потому что я вот когда стал рендерить это видео заметил что начальные 4 минуты записались без звука каким-то макаром так что все заново говорю продолжаю на уровне сложности божество за рим проходить новую карту политической средиземноморья и если вы не видели начало то рекомендую перейти к первой серии ну а спонсоры канала всей серии видят сразу что я там говорю в это время фиг его знает буду все заново придется мне тут вспоминать что происходило единственное что вспомнил как-нибудь как как вот назвать меня как императора рима то есть алексиус алексис или вообще взять какой-то псевдоним взять как у каллигулы было с латыни это же сапожок означает или виспасиан это вес по это по масса и лежала вообще вот не помню точно виспасиан как точнее так что какой мне на хай на латыни мне взять пишите в комментариях пожалуйста что-нибудь на латыни так реформа что мы тут берем вообще монументальность неплохо исход исход евангелистов точно не надо потому что ну я не буду тут религии побежать слишком много цивилизаций а вот здесь живут драконы интересно потому что плюс три единицы населения в новых городах на других континентах а я в общем-то планирую в африке ставить город реформа денежного обращения тоже ничего но в принципе я думаю что у меня и так золотом все нормально понимаете ну давайте посмотрим как и вот африка африка еще где-то азию вижу но азия конечно далеко и я там точно не буду а вот смотрите азия почему-то почему-то азия вот прям справа от шедета начинается то есть африка и азия где-то на сионском ой как он называется то полуострове расположен уже как полуостров полуостров где где моисей свои скрижали завета получил сенайском на сенайском вспомнил ну а африку дофига можно заселять слушайте можно взять именно именно вот эту на другой конец что плюс 3 плюс 3 к населению там хочу сказать очень неплохой сразу буст тем более что я там не один город поставлю я думаю ну а что ну деньги от караванов не так прикольно хотя золотой век вышли только в героические венгрии и в золотой египет все остальные и ну и я в золотой все остальные как-то не очень давайте здесь живут драконы возьмем ну просто потому что я вообще не помню когда я брал здесь живут драконы а в данном случае помню это прикольно будет на 2 единицы лояльности нафиг надо вот перемещение на борту и вообще кораблям плюс 2 это надо и плюс 3 единицы в новых городах на других континентах тоже неплохо будет так что я думаю именно именно это и стоит брать венецию еще захватывать я думаю надо как раз туда корабли быстрее будут подплывать да давайте здесь живут драконы блин там еще руинки есть какие-то в африке вообще-то надо будет сходить я ну в испании я не буду заселять там точно есть лояльность тут вряд ли какие-то острова еще есть так что до африку надо заселять именно именно это и надо брать здесь живут драконы объезд почему так назвали здесь живут драконы к чему это отсылка векать и не в курсе между прочим ну короче берем здесь живут драконы я думаю норм построим еще пару этих поселенцев чем плохо кстати отспойла же война с испании вообще-то ну египет и олеонора такое там хотя у меня тут вроде они тоже не плавает египет вроде финики объявил войну так а это что за острова здесь ну конечно много вот около турции в этом месте островов хотя не греческие в основном в реальном мире имею ввиду так миссионера ну теперь кстати раз я взял так легион мы тоже оставляем это нам надо будет просто почему я построил легион еще дополнительный нам надо будет ускорять ускорять одно из до стандартизацию все еще написано три мушкетера на самом деле это три линейных пехотинцы ускоряют ну и собственно нам в общем то и нужны легионы чтобы в них апнуться так наверно поведу сюда в общем надо может апнуться не лучше будет взять карточку но мне нужно в любом случае два два арбалета так форму с шестью ячейками все я бы еще квадрирем поднастроил надо все-таки как-то кошмарить ребят на море апнулся во фрегаты тем более что селитра у нас есть и к испании пошел бы с другой стороны то учету я не вижу испании городов на море вообще так начнем пожалуй свина так тут стоим это вот метод уже пыталась меня испания забрать каким-то странным приходом одной катапульты и 1 и одним всадником реально удивили так тут я просто открываю германию потихоньку кстати а у германии как с другими отношениями у очевидно со мной тоже будет не очень из так давайте мы в испанию во францию и финики отправим постоянное посольство вот эти две цивилизации я буду с ними мне кажется постоянно дружить хотя по развитию но у франции 115 культуры хотя бы но по развитию так себе конечно внезапно самая сильная у нас грузия именно по армии удивлен у польши чё так плохо у нас византии воюте я чё-то сомневаюсь что там вообще византия дотягивается до польши просто почему-то война ну а у англии послушание места тут мало все эти тут карте в тут где-то немножко места в великобритании 7 разная пару городов все-таки на на континенте поставила рядом с францем там просто франции и кошмарит так легион закончили рост стоит вообще тут еда нужна конечно очевидно не хватает я даже не знаю как где мне иду тут взять честно говоря слушайте а мачу пик че уже кто-то построил или или она не открыта да кто-то построил жаль так слушайте с темпломайор интересно меня тут два озера но больше озер больше озер не ладно ради двух озер темпломайор строить как-то килово кисевани килово кисевани ну кстати можно подумать собор нет это жалко ну наверно слушайте килово кисевани тут или слушайте или давайте три бушеты построим мне все равно нужно будет опять же вот здесь у нас ускорение написано где две бомбарды на самом деле это два три бушета давайте три бушет как минимум один чем нужны будут осадные юниты я подумаю по поводу в венеции так в неаполе святилища вот в неаполе наверно можно квадриремы поднастроить сушки поводок предотвращен вот только большим сушки вот тут есть поводки все равно но дамбы ты не можешь строить на этой карте как и плотины ты конечно странно что так теракция сограничить давайте еще посмотрим какие у нас задания у городов создать заповедник нанять великого музыканта создать каравеллу нанять великого ученого блин знаете заповедник все еще хочется построить просто постоянно какие-то другие районы строится давайте вот рассуждать ну вот тут интересно да но тут у меня на в любом случае ставить кампус а тут заповедник лучше только на две клетки будет и все здесь опять же что я не буду убирать свина а тут священное место вот здесь может на 4 клетки сработать а на 4 извините только на 2 опять же что это четвертого радиуса понимаете вот варец и интересно варец и кстати наверно вот сюда если поставить ну на 3 клетки всего лишь но тем не менее а я не могу сюда он же рядом с центром города не ставится тоже фигня значит хорошо притягивающий притягивающий в принципе вот сюда можно поставить он улучшит блин селитру убирать жалко вот прикол да в неаполе вот здесь хорошо встанет блин ну тут кампус надо будет в казенце скорее всего ставить короче мест много но получается в итоге что и нигде заповедник не поставить вот в чем дело так давайте я наемников открою хочу поставить карточку и апнуть юниты блин хотя вместо чего вместо промышленной зоны что ли нет знаете пока не построены это значит надо будет квадриремы во фрегаты апать я думаю что не надо пока божественное право нет давать тогда меркантилизм пока вообще мне бы два храма сделать один храм я помню где-то построил нет даже еще не построил ни одного храма в принципе можно то религию укрепить кстати что с триестом когда он обратится ну тут практически все да я просто думал сует ли меня миссионеров нанимать чтобы триест обратить я думаю сам обратиться а я лучше покоплю на апостола чтобы религии больше верований добавить во франции индуизм доминирующая религия там там что-то католицизм проигрывает так плюс 5 к боевой мощи или теряют противень из боевой мощи чего у меня нету может мне прокачать осаду чтобы ну я не верю вообще что за это проголосуют на эти насадные прокачаю чтобы все будут нападать на венецию чтобы реально быстрее стены снять и плюс то так вообще есть какой-нибудь ну и блин два посла в венецию отправлять я бы наверное тогда чтобы научные не давали ничего но я думаю что компьютеры все равно по-своему проголосует будет как-то странно так плюс 5 боевой мощи ближний бой у меня устраивает и плюс сто процент как раз в научный минут это фигово это фигово египет 151 наука стала 120 византии так и что построили храм маха бодхи то есть там сейчас католицизм укрепиться по максимуму так тут я чисто тыг дымкаю чтобы города франции открыть руан ты зомбу а за дороги даже никакой нету а тут опять же хоть хожу чисто города германии пооткрывать что-то мне эти исламские миссионеры не нравятся около моих городов я не могу пока португа но по моему еще ничего не обращал поэтому мне кажется я не смогу ему выдвинуть требования не обращать мои города до оплываем европу тут где-то барселона должна быть ее нету моды на рапире не и то есть тут где-то наверно барселона должна быть то очень плохо компьютер заселяет конечно все вот в этом проблема мне кажется основная он просто то есть у него есть сразу три посела да он то есть сразу может три города последний этому в основном останавливается вот давайте глянем козу больше всего очков просто у кого больше очков у того может быть больше всего городов 466 у египта 1 2 3 4 5 6 7 8 городов 8 городов при том что среди сколько тут еще территории вообще египет города поставил шейхи 8 тут как бы все-таки финикия уже странно это так священное место в триесте но о обратилась отлично приезд уже обращен сразу стал каким-то макаром и тут появилась вообще не дает никакое да ну то есть зато появилось хоть счастье и жилье так ну дальше пожалуй центр коммерции я буду ставить боячо амбар растем но теперь гавань на плюс 5 кайф а потом здесь будет кампус на плюс 3 и а я чё хорош 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 вообще корсика хороша сушьте ареции а что что у нас на сицилии какой там главный город в общем сходил погуглил выяснил что все-таки перепутал сицилию и сардинию все-таки это сардиния это сицилия поле почему полерма я почему-то правильно поставил назвал ну а на сардинии главный город кальяре кальяре перестать бы их путать постоянно веса скорсика нету вопросов лучше не захватить сколько много земель все равно вам не хватит способностей политикой экспансионер ну то есть ей это нравится наоборот что я так филипп второй мир с екатериной медичи заключенном может он и со мной мир заключит собственно не воюем так книга печатание ускорили так с екатериной медичи надо продлить союз давайте в этот раз все-таки экономический тогда уж и больше я не вижу кому я могу отправлять караваны я думал я держал экономически чтоб по морю отправить караваны в итоге просто некуда так с испании хочет ничего платить ладно мир ну просто я чё мы с ним воевать вот сейчас серьезно у него даже я смотрю городов нету тут на побережье бессмысленно так наркантилизм пока не будем дальше открывать блин выкинула коня ну давайте только посмотрим где там испанские города на можно спуститься сначала крабика обработать а потом уже оленя ну здесь ставим город сразу с тремя жителями будет источники у нас больше нету шпида только один византия адрианом но хочу вот это я так понимаю босфор чей даже должны быть дарданеллы в начале малайзия вообще практически не заселена и офигею и почему-то здесь в основном финикияне они византия пары поразительно то есть у тут должен быть константинополь вы может попросить а не получится пока у нас осуждение я открами открытой границы никто не даст так как где столица германии тут ахин по моему до шестерки париж вижу ну вообще ахин довольно близко должен быть наверное сверху получается интересно венгер расселился опять повторюсь конечно да так давайте храм надо два храма здесь промышленная зона 4 она значит баню тут надо строительство темпла майор как раз закончили кир какую-то награду за то что кризис против него не произошел и в калиере не опускай пока на еду стоит так в полермогавань маяк или вы видели я могу строить да я могу мавзолей и без маяка строить но все-таки надо маяк потом купить верфи это все-таки плюс пропустой извините мавзолей 13 ходов очень долго инженера на нету на чудеса так что пока все-таки маяк ну и плюс это караван еще один чем плохо а деньги я коплю чтобы поселенцы покупать просто за деньги итак сразу три поселенца первое в африке о 4 жителя а так это плюс 3 даже не 3 получается а сразу 4 вау так до плюс 3 единицы населения ну опять и такое описание без того чтобы написать города основываются сразу четырьмя жителями да по моему понять не было нет это плюс 3 единицы населения человек думает должен догадаться что это 1 плюс 3 то есть четырьмя населения ну зачем да красота так он уже на реке это а так тут уже все жилье забито давайте просто на производство так не залочиваем давайте наверно строить 22 хода строитель это наверное следующим ходом изменится не может быть чтобы только 22 хода аж было так продолжим или к храм все-таки не давайте еще квадрирему храм где-то в другом месте надо поставить в милане например храм один ход до а потом опять три бушет требующая подводим к венеции квадрирему тоже к венеции будем поисследуем территорию раз это можно так что-то там все мир позаключали может и я уже могу нет египет наверно еще нет три хода а леонора с леонорой можно и она чё чё воевать если мы даже не рядом с и даже войска и и не вижу рим африканский нам две каравеллы надо вообще-то для ускорения торговой республики так интересно куда это войска германии идут как вы думаете химда ну то есть если тут ахин то понятно почему голландии на нидерландов нету на этой карте что они выше должны быть вот тут по идее что ахин довольно на юге находится реальный да немного тут места у греков как открытые границы у меня тоже не даст дым жаль жаль так я хочу посмотреть не распространяет ли тут ислам никто да вроде по нулям и вообще у меня в городах он только один к католицизм католицизм и все все остальное это атеисты типа или пантеон и пантеона так храм тут есть верфь не хочу пока строить строй давайте еще квадрирему сколько стоит купить поселенца 700 следующим уходом может прям в арпине и купить поселенца собственно чтобы не плыть хотя с другой стороны плавание то быстрее приведет так здесь сначала мастерская правительственной площади так до сих пор и нету может сюда поставить правительственную площадь то есть и тут будет два этих коммерческого коммерческих районов да они аптутся и вокруг можно будет что-то сделать еще по моему неплохо книга печатание ну давайте политический уровень видимости у всех цивилизации увеличится для меня будем больше инфы германии а вот куда шли войска черт и он мне как бы объявил войну тоже и метам наверно убьют миссионера похоже алейнора предлагает совместную войну против португалия я пожалуй отклоню да кстати надо с польшей сейчас строится еще один храм надо с польшей или реликвии у него повыторговывать есть два храма то есть я две реликвии могу запупырить у меня претензии к германии появились так как бы так сделать чтобы он моего миссионера не то чтобы есть сильного жалко но все равно тут моей религии нету но не хотелось бы просто терять разведчика такого на венецию на заведует проход в одну клетку венеция должна быть конечно итальянской ничего не скажу так польша что ты хочешь а все-таки только одна реликвия ну хотя бы за эту реликвию давай так у тебя еще есть осмотрю соль с мрамором на обмен 56 золото вход просто хорошо может тебе лошадей мне они точно не нужны уже 24 золота вход приятно иметь с польшей так как насчет дипломатического капитала 6 золота вход поймете лучше единократно что нибудь выдадим не хочу вход 20 лет мало 30 мало так 50 уже норм и 45 норм она 43 дальше не буду проверять есть одна реликвия вы цыганина 8 туризма так у кого еще могут быть реликвии византии нет просто как бы у польши тоже нету религии и за откуда она реликвию получила и вообще конечно ну не дело что польши свои реликвии продает то есть это очевидно должно быть у компьютера прописано у польши не продавать реликвии потому что польша с этого имеет не способность цивилизации сама способность цивилизации именно на реликвии завязано все реликвии дают бонус к вере плюс 2 культуры не плюс 2 вера плюс 2 культуры плюс 4 золота это это плюс вот к тому что они они и так 4 веры 8 туризма вот и спрашивается какого хрена сейчас польша отдала вещь которая ей очень неплохой в культуре и в вее ну по моему практически ни за что очевидно что у нее должно быть прописано как и конга перни должен отдавать скульптурные памятники там ладно не хочу сейчас искать еще у кого есть реликвии меня как бы нечего им предложить для торговли даже так покупаю в кольяре посела не хочу варпе не хочу чтобы он все таки на 4 населения должен хорошо развиваться благодаря этому в кольяре так два населения всего картахена ну германия с францией старичника 740 год нашей эры посмотрим у германии 700 армия у франции 120 о папа нет моего союзника сейчас мочить будут так ускорили божественное право в общем-то пошли в теократию я наверно пока теократию приму к торговой республики нету и тогда буду уже апостолов покупать тоже теократию снижает на 15 процентов покупки за веру ну кто и женеву еще перекупили ничего себе жили германии еще и жизнь до германия обалдеть так метам есть вино лишнее лишний мрамор на скинуть поторговать это кайте не очень приятно женевая здесь женевские войска не ко мне пойдут тебя вот я уже вижу одного мечника так давайте-ка мы легионом выдвинемся проверка по ресурсам мед есть чай но чейком торганем и красители еще кайф в 15 вход конечно компьютеры сумасшедшие в плане торговли ресурсами но я перевожу сюда постеленно потому что фрегаты я буду в первую очередь использовать в попытке захватить венецию конечно так надо подумать конечно где тут ставить город но тут вообще нигде я не вижу лояльности особой идти где угодно собственно тут можно ставить поэтому возможно может мне стоит сюда на на реку этого сказать и внезапно карфаген там где должен быть карфаген а давайте мы так и назовем только назовем на не просто карфаген почему бы и нет так плюс один к эпохе ускорена урбанизация потому что 15 населения до кстати в палермо нам бы рабочего эти наверное строителя после маяка просто тут я хочу за деньги верфь купить строителям нужен чтобы убрать скот так 12 ходов это уже более вменяемые цифры конечно строительство рабочего не хочу пока объявлять войну венеции потому что и метод все таки тебя вот этот же ну имею золото с с верфей сейчас буду иметь начну спровоцировать беспорядки это тоже прокачивает шпиона хотя конечно бонусов мне никаких это не даст то есть какая разница на 20 лояльности снизится в этом городе мне от этого ни тепло ни жарко да тут куча территории не заселено в европе ну вот есть короче франция слабо расселилась давайте глянем хотя семь городов в принципе неплохо так что-то немцы слава богу игнорируют моего миссионера поэтому продолжаем просто баражировать следующим ходом с египтом можно мир будет заключить время квадрирема наверное строй стоит уже театра лачку ставить или еще так хорошо китут чудеса посуду может тогда не театра лачку а еще одно чудо вот на этом месте например что там можно киллу киси ваня да похоже дворец потала не охота давать тогда рабочего после рабочего сюда театралку чтобы пока рабочий идет вырубить лес театралка построилась там вырубаем лес ставим киллу киси вани тут в казенце бани у нас восемь производства наверно тоже рабочего там мастерскую а потом пойдем сюда вырубать под кампус через два хода как раз всем жителей будет строить оружейную с помощью просвещения примите право давайте пока вот эту что я скоро теократию приму он вас отбивается от полчась мечников нет я те не буду книгу тода отдавать нифига себе там уже не вы армия ну правда мечники просьба военной помощи так по моему если я проголосую за то я не вступлю в войну просто я буду золото отправлять и вот тут мировое влияние в принципе да но мне кажется она не пройдет есть такое ощущение о прошло кайф и кто уча ну против германии конечно мне португалия кто прошел алейнора германия тоже будет помогать это прикол вот как почему почему сделано так что как раз цивилизация участвующая в войне тоже может помогать военной помощи ну бред же ну зато минус 200 кстати очков имеет это это если вы не думали что об этом не подумали феракси они подумали просто те кто участвует войне при этом еще не минус 200 очков имеет все равно странно так тут у нас плывет принчет далековато как-то там все таки а давайте пока подплывем сюда я потом подумаю где ставить город монархию не принимаю пока так с египтом давайте мир заключим блин сейчас мне мой караван разграбит женева сволочь не честно наверное тут надо стоять что мне негде апгрейдить если что в будущем будет пытаюсь афины увидеть это как те афины и вот тут скорее всего они стоят и иногда спрашивают почему типа ты говоришь что между городами может быть только три клетки а вот здесь очевидно что между ними две клетки потому что если города на разных грубо говоря островах находится то между ними может быть две клетки расстояние да вот тут конечно греки тесновато все и александр бакетонского похоже вообще только три города нет смотри 5 городов а где они очень интересно мастерская в турине верфь храм давайте наверно уже апостола будем покупать верфь 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 да наверное давайте тут верфь строить что я и буду покупать в другом городе а именно в палермо кстати я могу еще караван построить давайте в неаполе построим караван я думаю квадрилем пока достаточно и апостолов давайте а стоп я тебя кратчу сначала хотел принять день ход нам дождаться дешевле будут апостолы строю стоить я бы сразу же укрепил тоже надо пообрабатывать клетки я ничего не принимаю македония дружит свиньки испанец собирается спасти мою душу нет селитру мы не продаем вообще мне бы военный лагерь мне бы военный лагерь чтобы накапливались больше ресурсы смотрите осадную тактику продвинул за счет того что второй требушет открылся мы принимаем теократию скидка 15 процентов на все покупки за веру вот глянем что апостол 140 стоит совместная церковь нет плюс два золота от всех торговых путей ну надо поставить на скидку в апгрейде а еще наемников не открыл так что тогда сделать можно военных лагерей на меня пока военный лагерь нигде не строится счастье от гарнизона тоже вариант оборонительных зданий нафиг надо кавалерия содержание юнитов можно это поставить еще немножко квадрилем построить ну я хочу сейчас на один ход буквально я хочу наемников открыть торговые пути к союзнику на только один караван бегает до производства новые строители давать мира крепостное право новые строители на два действия больше так пока на один ход у нас строится квадрилем и собственно ускорено собственно надо их и строить буквально один ход только в те города где один ход строится тут 22 2 1 3 есть и нету гавани так 110 ведь я стоил 140 в начале 30 веры сохранили двух сразу купим чтобы полностью укрепить религию так этот флотоводец мгновенно предоставляет капер с одним уровнем повышения кстати да тоже хороший флотоводец блин а тут армады армада была бы круто из этих из фрегатов так давайте в прямые паруса пойдем не вековые стены стены возрождения форты и надо прямые я прямые паруса никак не ускорю я с помощью мушкетера ни на кого не нападут что мушкетер не открыт еще принц я конечно мог бы открыть напасть кстати женевы то не разграбила мой караван а так мы замирились женеву кто-то пересоюзил отлично тогда стоим здесь три бушет готов тоже подводим к венеции первое в мире правительство второго уровня ничего себе это при том что тут есть у кое-кого в два раза больше культуры будь здорово с 1 тактика и замки ускорены наемники просвещения ну наверно просвещения наемники что я хотел открывать наемники потому что в торговую республику об ним каравелла только время тут 2 галера еще плывет ну блин проплыва нету что-то спарта как-то разрослась тут конечно черт осуществим я со всеми нормальные отношения так давайте спирит вам в общем-то открытые границы нормально какое предложение меня устраивает так и фрэнсиса дрейка давайте подумаем где я хочу но вряд ли хотя он поможет в венеции давайте мир в неаполь перебросим так тут стоим ждем наемников чтобы дешевле было он давайте высажусь тут гляну в принципе каши производства практически нету и гавань ну вообще 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 наверно все-таки тут и поставлю или все-таки подвинуться сюда чтобы можно было к веду к организовать да надо сюда поставить блин у франции 81 сила у германии 526 германия даже опережает чуть мне кажется германия францию заберет таки давайте строителя с плюс 2 к заряду да я думаю что надо сюда будет правительную площадь настолько проблема в том что в обоих города где могу их поставить мало жителей центр коммерции рынок в кольяре амбар ну гавань некий союз с вавилоном блин интересно как было бы открыть чтобы увидеть как там у них все происходит а пока только европу открываю буратино телекомандата путь к спасению на жителей регенсбурга при счету эпохи потому что так плюс 1 культурой наук от международных путей скидка так но мы ставим скидка в деньгах на улучшение юнитов это все пока оставляем повышен до агента еще не шедевра срыв ракетостроения ну давайте шедевра хотя немножко бессмысленное в данном случае повышение так сразу что улучшаем это до каравеллы гранада хотела каравеллу так этого сделаем капером наверно против морских юнитов скорее буду его прокачивать я просто не вижу где тут не рейды устраивать так тут придется клетку купить чтобы апнуть сейчас ночью откладывать я этой каравеллы буду венецию захватывать 95 у меня есть еще при процедурой до 3 радиус получается так вот потеряю иначе придется платить плюс 30 денег так а здесь значит проповедуем верование так сначала выберем здание что тут остались плюс 3 веры и плюс 1 к довольству тут вера к мировому влиянию миссионера апостола плюс 1 к распространению ну я наверно к довольству возьму и из оставшегося плюс 1 посол в каждом груди говорит сразу когда этот впервые религию плюс 1 культуру за каждых четырех последователей науку за каждых четырех последователей деньги за каждый город давайте наверно на науку 130 плюс 19 науки от верований по моему кайф так тут улучшаем до латника и этого до латника где-то у нас тут еще был так а этого до арбалета литье ускорили может уже объявить войну вине ну блин я сразу потеряю довольно много денег поэтому не охота стою потому что пока нету смысла подсо так сюда я хотел подвинуться нету смысла какой-то плыть плыть этими квадрилемами до апгрейда да сразу конечно четыре жители это кайф вот тут торговца немножко бессмысленно строить потому что тут реально нету клеток с производством просто я конечно могу купить но тут все равно нету производства то есть тут нужен тут нужно купить строителя купить и им что-то делать поэтому я начну с гавани да сто двадцать восемь ходов я вижу а деньги коплю я хочу в палермо сначала купить верфь этим строителям убирать то есть коликарнас нам нужен в любом случае так еще один караванчик и доступные пути куда максимум на деньги из карфагена в венецию блин но я в венецию не хочу отправлять потому что у нас скоро там все закончится а вот в принципе из неаполя вам буас чтобы не перебрасывать никуда можно отправить так тут я планирую кампус блин и тут плюс два может лучше здесь на плюс два поставить потому что ну чтобы не вырубать лес просто то есть сделаю здесь чисто эти лесопилки чтобы производство было в казенце то уже вообще конечно не там стоит мой белый скалы дувра нашлись гавань отлично конечно типа город здесь а гавань здесь осла пока наверное никуда не отправляем так в неаполе торговец готов наверно верфи все таки не университета вверх хочу ты и да и производство и рост города так тут наверно ступу куплю а я хотел здесь я кассу и здесь хотел еще вообще-то чтобы соседствовать так что пожалуй катакуин нет дворец потала интересно ну блин здесь будет промышленная зона подожди а почему тут дворец потала почему здесь нельзя он же только на холме строится правильно а рядом с горой ну можно блин блин я просто не хочу рядом с правительственной площадью ставить чудо так тадж махал у нас только рядом с рекой строится нет я там коммерческий район хочу да ну давайте помощь окажем какой у нас пока счет никакой пока еще никто не оказывал помощь пока можно еду убрать чисто на производство литьё ской до хорошие 900 900 год нашей эры был хорошим много всего в римской империи произошло валетту мне кажется бессмысленно захватывать следующим ходом будем апгрейдить во фрегаты но к сожалению только два фрегата получится потому что у меня накоплено ну там 10 селитра будет требоваться ну я думаю этого хватит на самом деле для захвата венеции с силой 73 плюс еще капер тут эти юниты побьем давайте наверное арбалет туда поведем и латника тоже надо как-то поменять местами блин это было так не знаю тут тяжеловато будет ребушетами подойти венецию обстреливать а вот фрегатами самое то ну и захватывать я буду каравеллой пока тут не заканчивается эпоха это грек ко мне даже какие-то караваны отправляет ну и француз только один и грек только один караван маловато так что тут вырубаем и ставим кассу ой не кассу киллу да ладно кто-то построил подожди прошлом ходом что ли кто-то построил да ё-моё чё я постоянно ошибаюсь ну тогда мне не надо было тут вырубать лес очевидно ну прикол ну ё-моё ну как так ладно давайте амфитеатр потом верфь чисто прокачиваю пока шпиона то есть понятно что мне пофигу на этого александра македонского потом когда он прокачается ну смотрите два один один четыре только вот два города по одиннадцать и всё все остальные города грустненькие скучают так вижу лондон ну похоже тут ещё один город только смогла вместить великобритания кардив ну да кардив вообще тут почему я там в корнололе показывал в первой серии непонятно так здесь на производство здесь на производство так я ещё не накопил по моему денег купить верфь ну как раз следующим ходом я покупаю верфь у меня появляется рабочий я сразу вырубаю здесь скот под гликорнас и начинаю подождите у меня гликорнас ещё возможен ещё возможен вот стопудово сейчас следующим ходом я не замечу что я уже кто-нибудь построил давай давай посольство не против вообще 5 с вавилоном тоже можно дружить потому что он дружит с финикией с которой у меня союз что я думаю имеет смысл с вавилоном тоже дружбу заключить так сначала я буду апать постоянное посольство объявляем дружбу и вот я бы с вавилоном например заключил как раз военный союз ух ты у грека броненосец вау ну это наверное с флотоводца вряд ли они уже в броненосцы вышли да в броненосцы могла только клеопатра выйти судя по по развитию так значит во первых тут мы апаем во вторых тут кто хотел фрегат валетто слушайте у нас валетто есть я же забыл что мы можем засоюзить валетто и все за веру в центре городов покупать правда когда вас не затапливается это не так круто но в любом случае неплохо что там у нас с валетто и кто союзник перекал 3 всего лишь а у меня 2 то есть в принципе я могу 2 да наверное стоит так и сделать так 10 жителей но сначала мавзолей а этим рабочим я сейчас буду вырублю вот эти леса для ускорения так смотрите куда сейчас деньги а на апгрейд я же хотел верфь купить ой там буря какая-то ну тихий океан конечно это никакой не тихий океан средиземное море все ну тунисский залив кстати правильно написан давайте посмотрим кадисский не уверен средиземное море почему только вот это а это как раз по моему ионическое нет это адриатическое сорян это адриатическое и ионическое по моему здесь ну измирский залив в принципе правильно если только не считаешь что он не такого размера измир то у нас здесь где-то о париж подвергается осаде вау а пойдемте ка посмотрим ну у франции 80 силы всего лишь да тут такая осада двумя юнитами интересное то есть судя по силе франции вот это единственный просто военный юнит который у нее есть блин а че я все равно могу мимо плавать мимо апостолов да все это апостолы только зону контроля на суше делают понял ну вот смотрите как великобритания лондон 15 лиц 10 странно конечно такое хреновое развитие франции я не понимаю почему то есть у англии намного хуже места и почему то она все равно нормально выглядит чё так эти везувий слабо тут извергается вот он как извергся в начале сколько как были по-моему тут клетки так и остались такого же типа слабенько так следующим ходом объявляю войну в венеции да тупанул я тут короче с убиранием леса не прав я давайте подумаем брать ли мне торговую республику ну теологические баталиями точно не надо скидки на покупки за веру ну можно валетту пока когда засоюзить валетту и с ее помощью так министерство колоний 15 городов и других контейнер наверное не надо учетные банки тоже наверное не надо здание морских юнитов тоже не надо ну вот скидку на улучшение юнитов пожалуй можно убирать а хотя с другой стороны она что не наверное знаете что надо поставить плюс сто процентов каперов построить да ну там каперы для ускорения нужны и я наверное все таки пока не буду убирать я хочу засоюзить валетту и за веру реально все в центре городов купить а это будет скидка по костеократии а блин так я каперов не открыл а великий торговец далеко вообще у меня ооо у меня инженер для галикарнаса зашибись а великий торговец далеко да так что давайте капер откроем каперы потом просвещение сейчас вот во многих городах можно каперы начать строить заняться пиратством нет тут наверное ничего не меняем то есть тем более лагеря производства крипи и плюс пищу получает у меня их несколько здесь так объявляем войну венеции с интересно будет сколько минус к деньгам минус 6 вход не так уж и много ну понятно что у вас есть и и ну понятно что осадные юниты слабо обстреливают ну но все равно это прокачивает так что не упускайте возможности пострелять наверно в три есть и надо промышленную площадь делать так что тут пока так давайте амбар два хода пока тут убирает рис амбар париж снял осаду блин три генерала господи ну что это как это три генерала и генерала а сила там 80 да но зато три генерала накоплено каким-то макаром логика не а не пришла сегодня на игру ну конечно какая логика у искусственного интеллекта с другой стороны ну блин то есть ну у франции где то прописано что она фигачит военные лагеря и копит генералов так то почему тогда армию не делать что с армией то пожар в венгрии полерма нуждается в жилье так покупаем верфь это не моя буря 9 ходов я думаю может мне ну то есть я этого инженера получу только через два хода мне кажется я гели карнас должен и так построить можно его на какое-то другое чудо использовать лучше потом так здесь вверх что-то я хотел тут а к пиры так здесь вверх что-то я хотел тут а к пиры каперы каперы торговца можно еще построить ладно у нас стоит пока карточка на каперы давайте их торговца лучше здесь разве невозможно ничего морское строить карточки тут я уже поставил какие хотел ну франция находит еще возможности торговаться за реликвии франция александра пушкина получила ну кстати кроме польши я больше реликвии никого не ухты апнули в этих в мушкетеров вот либерализм кстати интересно поставить а цена всего три науки даст дополнительно треугольная торговля ну 32 деньги не очень интересно а вот либерализм который добавляет счастье это кстати очень неплохо было бы химия научная теория электричество все продвинули я смотрю строится ли где-нибудь у меня еще рабочие ну тут конечно строится но 7 ходов то есть ради этого одного города держать карточку на рабочих пожалуй нет ставлю либерализм так сейчас я подумаю куда мне еще отправлять караван капер отправлю попробую теме тут миссионер падает плавает достаточно будет миссионера тут все исследовать еще кстати кругосветочка вот тут буквально дойти до этого края будет кругосветочка не сделано хищение технологии хотя и обосновывается мгновенно в вражеском городе тоже хорошая прокачка так ну поехали обстреливать город атаковать пока не буду просто постоим так ну а пока не буду передавать клетку караван выгоднее всего к венгру жалко что ну хотя вот финики хотел сказать что жалко что до финики не дотягивается но финики дотягивается но как-то как-то мало дает ладно давайте в франции из казенцы в руан и из палермо в руан наверное из казенцы я потом поставлю карточку на караваны еще отправлю все равно сюда капер уже герман то есть герман я просто пришла слила все свою всю свою армию каким-то макаром невероятным не хочу пока ступу хотя с другой стороны ну то есть я хочу валету засоюзить и купить все в центре я просто не знаю сколько у меня веры останется понимаете собор святой софии нет дворец потала нет катакуин нет тадж махал нет соброси для блаженного просто не нужно ладно что там по оказанию помощи я на первом мисс минус 400 то есть немцы еще там добавляется за то что он не знаю может еще какое-нибудь оказание провести временно чтобы уже точно победить там как бы нормально дипломатических очков просто дают так я думаю с капером пока достаточно тем более я уберу сейчас ну то есть я капер строил именно ради ускорения электричества где оно тут вот два капера поэтому я думаю что а блин я не открыл еще мне такое же открыто посвящение или мне или а блин я что-то заменил да либеразим поставила каперы не убрал е-мое дурачина ты простофиля так давайте мы морскую традицию один ход во первых посла возьмем для валетты во вторых всего лишь один ход поменяю все-таки карточку на каперы химия научная теория электричество так проверка по ресурсам больше нечем торговать хлопок нет хлопок я торгую блин реально у меня все ресурсы есть соль вино хлопок киты чай гипс о гипс давайте с александром и к нему посольство отправим вот теперь все и я думаю что продолжение уже в следующей серии будет спасибо что смотрите так что-то ко мне постоянно какие-то ой извините включил камеру выключил спасибо что смотрите спонсорам спасибо что поддерживаете кстати спонсоры могут прямо сейчас попытаться найти прохождение во вкладке сообщества а ну а для всех остальных как я и сказал оно появится завтра играйте в умные игры и всем пока спасибо что досмотрели до конца я алексей халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока